Привет всем! Меня зовут Лера, Лера Фомина, и сегодня у нас будет очень классное информативное видео о 10 моих полезных привычек, которые улучшили мою жизнь. Я счастлива жить такой жизнью, поэтому я думаю, что вы сможете что-нибудь взять из этого видео себе, внедрить в свою жизнь, и это будет вам максимально полезно. Ну что ж, поехали! Первое, что я обожаю вообще, и о чем обожаю говорить, это ранние подъемы. Это реально то, что максимально влияет на качество вашей жизни, потому что чем раньше вы просыпаетесь, тем больше вы успеваете. Особенно для меня, когда я, можно сказать, зарабатываю в сфере онлайн, в сфере, где все зависит от меня самой, от себя самой, от меня самой, ну вы поняли. Я, можно сказать, увеличиваю свой день, делаю больше в нем часов, соответственно, успеваю делать больше работы, и это приносит мне намного больше денег. Перешли на коммерческую сторону, но это так. Я думаю, что очень важно запомнить одну вещь на всю свою жизнь. Пока другие спят, вы делаете свою жизнь лучше. Пока другие спят, вы работаете, соответственно, придете к большему результату. Пока другие спят, вы живете. Это важно запомнить, с этим важно жить и осознанно к этому подходить. Сейчас я самостоятельно просыпаюсь в 7-8 утра. То есть раньше я по будильнику просыпалась в 6 утра, но поняла, что мне комфортнее спать в 8 часов, поэтому я засыпаю в 11-12 и спокойненько просыпаюсь в 7-8. Поэтому это для меня самое такое комфортное время, когда я могу сделать так, чтобы будильник меня не будил, и я спокойно, просто спокойно просыпалась, чувствовала себя счастливым человеком. Это замечательно. Вот за это я обожаю фриланс. Когда вы учитесь в универе, или когда вы там в школе, или когда вы на работе, согласитесь, мы постоянно думаем, боже, опять эти ранние подъемы. Так вот, я научилась, я научилась просыпаться и воспринимать их так, как будто бы это лучшее, что могло со мной произойти. Потому что я дарю себе дополнительные часы жизни, потому что я больше успеваю, я живу, и меня это мотивирует. Конечно же, стакан воды. Вот об этом очень многие одно время говорили, когда в каком-то мейнстриме. Мне казалось, что люди об этом говорят просто, чтобы сказать. Возможно, так оно и было. Сейчас это как-то улеглось, мало кто напоминает о том, что важно пить стакан воды перед едой. Но у меня это вошло в привычку еще где-то 3 года назад, когда я худела. У меня был определенный баланс воды, который я должна выпить была за день. И, соответственно, стакан воды утром, это было для меня просто самое главное, потому что с него начинался мой день. С него начиналось все. Я открывала глаза, умывалась, пила стакан воды. И свой организм очень важно наполнять, чтобы у него не было никакого истощения, чтобы он чувствовал себя комфортно. Вода это то, с чего мы фактически состоим. Я думаю, что вы должны это понимать. И вообще, я вам скажу, когда вы наливаете себе стакан воды, особенно если это красивый стакан или красивый бокал, почему нет, вы чувствуете себя превосходно. Это, знаете, такое некое проявление любви к себе. И когда вы начинаете заботиться о себе и о своем организме, у вас даже увеличивается самооценка. Это я могу вам сказать по себе, потому что и вправду, когда я стала баловать себя вот такими вот прекраснейшими моментами, вроде мелочь для себя же самой. А приятно, ты наполняешь свой организм, он чувствует себя бодро, он чувствует себя классно. И еще если ты нальешь воду в какой-нибудь шикарный бокал, почему нет, кто, кто нам, девочкам, запрещает это делать? Конечно же, мое утро начинается с духовных практик. Вот, неважно какие, любые духовные практики, будь то визуализация, медитация, что бывает, конечно же, чаще всего, аффирмации, дыхательные практики. Дыхательные практики я вообще делаю на протяжении всего дня. Дышим, у нас наполняется живот, выдыхаем, живот уходит. Ну, это я вам рассказываю все в своем инстаграме, и вы знаете, что я люблю поговорить о энергии, о рейке, поэтому, если вам интересна эта тема, вы можете подписаться на мой инстаграм, потому что там я постоянно, постоянно рассказываю вот про что-то духовное, про что-то, что неизведанное еще, но интересно, безумно сильно интересно, поэтому подписывайтесь, думаю, что и вам может быть это тоже полезно. Ну и вообще, визуализация, это тоже очень классная практика, которая у меня на протяжении всего дня, потому что у меня доска визуализации стоит в спальне, я засыпаю, вижу ее, просыпаюсь, вижу ее. И, в принципе, визуализация нас действительно быстрее приводит к результату, потому что наша цель постоянно мелькает перед нашими глазами. От того, что мы ее видим, она становится более реальной и, соответственно, больше нас мотивирует. Поэтому помните, что у меня раньше в прошлой квартире повсюду просто были аффирмации на стикерах, и здесь я просто еще не успела это сделать. И это круто, это круто, потому что вы везде видите перед вашими глазами постоянно ваши цели, ваши желания, и вы не можете к ним идти, потому что они постоянно перед вами. Я сказала вам про воду, но не сказала вам про завтрак. Завтрак это моя неотъемлемая часть. Я знаю, что очень многие люди могут не завтракать, у меня вопрос, как я не могу без завтрака, потому что, в принципе, завтрак это то, что наполняет нас энергией на весь день. Это первый прием пищи, он очень и очень важный. Вы знаете, что там важно большое количество углеводов, полезных растительных жиров, то есть вы можете на завтрак себе сделать авокадо, на альмету, например, и на хлеб цельнозерновой. Почему нет? Очень вкусно, очень классно, еще и с помидоркой. Вот, это мой вообще любимый завтрак. Если я что-то жарю, что-то делаю, то это обычно, если включать в себя масло, то буквально капля и оливкового масла, нерафинированного, потому что рафинированное масло обычно обработанное. Обработанное масло, это означает, что забирает половину, большую часть даже полезных свойств от этого масла. Поэтому нерафинированное масло у нас стоит намного дороже, особенно если это оливковое масло. Но это так, я немножко отступила, если просто вы не знаете этого, я думаю, что это полезная информация, потому что вообще интересно, что мы едим, что мы потребляем, как мы насыщаем свой организм. И мой совет приучивать себя все-таки к завтракам после стаканчика воды, потому что это наша энергия на весь наш день, которая нас наполняет. Вы знаете, хочу к хорошей привычке, полезной привычке отнести, это крем. Крем для рук. Реально, крем для рук я вообще могу, в принципе, мазать все, что хочу, но руки это самое главное. Я не знаю, вот у меня уже, то есть мы приехали, у меня уже закончился крем для рук, потому что я не знаю, как можно их не мазать. Как их можно не мазать? Мне кажется, это прекрасная привычка и проявление любви к себе. Если у вас немножечко сушат руки, особенно если вы девочки, то руки это то, что на виду. Вот сейчас у меня отвратительный маникюр, потому что здесь очень сложно записаться почему-то на маникюр. Я знаю, почему, но сложно. У меня просто уже несколько мастеров почему-то отменили запись. Ну да ладно, это такое тоже лирическое отступление. Вообще, как бы я всегда стараюсь ухаживать за руками, потому что мы девочки, мы должны это делать. Самим приятно, просто когда вы начнете просто на ночегляде мазать свои ручки, питать их кремом, вы, опять же, проявляете любовь к себе, соответственно, поднимаете свою самооценку. Поэтому, если у вас есть какая-то неуверенность в себе, в первую очередь нужно самому себя полюбить, а любовь проявляется в действии. Кстати-ка, вот к полезной привычке тоже еще хочу отнести тот факт, что я не пью базировки. Вообще, у меня есть перечень продуктов, например, которые я не ем. Суть в том, что все равно там какие-то продукты, я знаю, что если я захочу, я смогу себе их позволить. Тот же самый майонез, хоть я его и не ем, моем в холодильнике его нет, но если мама приготовит оливье, то я съем порцию. Но газировки я не пью вообще, то есть вообще, даже глоточек, потому что это невкусно стало со временем, когда ты отвыкаешь от этого вкуса и начинаешь пить. Ты чувствуешь, как много там сахара, зубы скрипят, это неприятно, и это плохо для нашего организма, это уже 350 тысяч раз доказано. Поэтому, мои дорогие друзья, вот это такой маленький секрет мой, который очень, мне кажется, хорошо влияет вообще на мой организм и на мою кожу в целом. Из полезного в еду я добавляю семена че, прямо сейчас хочу вам прочитать, что в них входит. Семена че можно добавлять в йогурты, в картошку, да во что угодно, посыпать яичницу, неважно. Они не имеют особо никакого вкуса, когда ты их ешь, как будто бы ты ешь вообще мак, потому что он немного так похрустывает. В общем, что входит, 20% незаменимых омега-3 жирных кислот, омега-9, омега-B, кальций и фосфор, и этого тут больше, чем в молоке, между прочим. Антиоксидантов больше, чем в апельсинах, калия больше, чем в бананах, магния больше, чем в орехах, железо больше, чем в шпинате, представляете? Жизо нам необходима для гемоглобина. Клетчатки 25%, в общем, очень крутая смесь полезных витаминов, свойств, которые, почему нет, купил упаковку и, пожалуйста, пользуйся ей на протяжении хоть года, просто по чуть-чуть добавляй свою еду. Одна из полезных привычек это то, что я умею отдавать, и считаю, что это действительно полезная привычка, которой бы вообще уметь обладать многим, но, к сожалению, в большинстве случаев я вообще не встречаю таких людей. Я когда отдаю, я никогда не жду взамен, вот это, наверное, черта моего характера, которая по жизни, я думаю, мне очень помогает, потому что, во-первых, у меня нет завышенных ожиданий от человека, во-вторых, я просто отдаю, потому что я отдаю этого блага. Но если говорить вообще про благо как благо, когда ты действительно желаешь человеку чего-то хорошего, человеку, животным, неважно, кому угодно, и ты делаешь это от души, не ждя ничего взамен, это лучшая и самая чистая энергия, которую ты можешь пускать в этот мир. Конечно же, чтение. Раньше вообще это у меня было прям каждый день, 20 минут в день, не меньше. Вот сейчас я могу не каждый день читать, но минимум 20 минут я точно уделяю, то есть у меня уже есть какой-то временной промежуток в голове, который я должна прочесть, я это знаю. Вот книги, книги, любые книги, художественная литература, познавательная литература, любая литература, это хорошо, потому что она учит нас грамотно говорить, она учит грамотно писать. Любая книга, это хорошо, главное, найдите себя в ней, и постепенно-постепенно ваши вкусы могут меняться, и это нормально. Ну и последняя привычка, это тайм-менеджмент. Просто обожаю уметь правильно распределять свое время, ранние подъемы, умение планировать, планировать заранее, то есть свой день за день, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, какие-то важные дела вписывать в свой список дел, потому что я понимаю, что если я впишу, то я 100% делаю то, что я сама себе пообещала, и правильное распределение дел. То есть тайм-менеджмент этому обучаются, и не за одну даже лекцию, это хорошее, крутое, я бы сказала, умение правильно распределять время, потому что когда вы правильно распределяете свое время, вы больше успеваете, вы удлиняете свой день, соответственно, быстрее приходите к своим результатам. Так вот, этому я, конечно же, до сих пор учусь, но те навыки, которые я уже имею, они отлично сказываются на моей жизни. Так что вот, это были 10 моих полезных привычек, которые действительно смогли изменить мою жизнь. Если вам было полезно это видео, пожалуйста, поставьте палец вверх, не забывайте подписываться на мой инстаграм, потому что там моих полезных привычек вы видите намного чаще, намного больше. Ну и, конечно же, пишите комментарии, какое видео вы хотите увидеть в следующем. Ну, а я вас люблю, и до скорой встречи. Пока-пока. Подпишись на канал, не забудь, кнопочка внизу.